Понимание – это универсальная операция мышления, связанная с усвоением нового содержания, включением его в систему устоявшихся идей и представлений. В психолингвистике понимание трактуется преимущественно как результат смыслового восприятия речевого сообщения. Понимание в философии Проблемы понимания впервые были подняты в философии неокантианства. Понимание как метод гуманитарных наук было противопоставлено объяснению как методу естественных наук. В современной философии понимания исследует герменевтика, а Брудный различал три поля понимания, в рамках которых реализуются три различных способа понимать. В первом поле, что есть, то и доказано. По его словам, это мир фактов, обладающих достоинством непосредственной действительности, о котором некогда было сказано, что факты – упрямая вещь. В то же время из-за того, что реальность дана человеку фрагментарна и она изменчива, понимание требует постоянной достройки в уме видимого мира. Таким образом, первое поле понимания зачастую начинает пересекаться со вторым полем, в котором что доказано, то и есть. Второе поле – это мир доказательных суждений, геометрических теорем и логических задач. Третье поле – это поле неизолированных значений, а их сложных переплетений текстов. Латинское текстус собственно и значило «связь», «соединение» или «ткань». Под текстом подразумевается связная, компактная, воспроизводимая последовательность знаков или образов, развернутая по стреле времени, выражающая некоторое содержание и обладающая смыслом, в принципе, доступным пониманию. Под это определение подпадают разнообразные повествовательные тексты понимания всеми социопсихологии. Платформу для адекватного понимания и взаимопонимания предлагает семья социопсихология, обосновывающая социальную значимость диалогической, субъект-субъектной модели коммуникации, а также наличие в любом целостном, завершенном коммуникативном акте латентной структуры коммуникативно-познавательных программ, ориентированных на интенциональность коммуникатора. Разработанный здесь метод интенционального анализа позволяет доказательное выделение искомой интенциональности понимания связано со смысловым контактом, то есть с ментальным освоением интенциональности коммуникатора, а взаимопонимание с общением, при котором смысловые доминанты понимаются сторонами адекватно. Семья социопсихологический подход позволяет преодолеть, казалось бы, непреодолимые противоречия, ограничивающие возможности взаимопонимания, поскольку здесь разведены понятия «смысл коммуникативного акта» и «картина мира личности». Смысл коммуникативного акта всегда имеет константный характер, его адекватное восприятие ограничено коммуникативной интенцией автора. Однако картины мира, складывающие в результате восприятия, имеют личностные нюансы и оттенки. К тому же только в режиме диалога с взаимопониманием возможно уточнить и прояснить формальные и подразумеваемые разночтения, вызванные индивидуальными способами восприятия, интерпретации и персонализации людьми окружающего их мира. Семья социопсихологии внесла в исследовательский арсенал принципиально новый способ дифференциации по социоментальным характеристикам или уровню развития коммуникативных навыков, отражающие особенности ориентирования личности в коммуникационных процессах. Благодаря этому снимается еще одно непреодолимое препятствие на пути к конструктивным взаимодействиям. Порабощенность знаками и символами, внушаемость, подверженность массовым эффектам действительно свойственна некоторым социоментальным группам. Но все же не всем, как показывают проведенные эксперименты уровень развития коммуникативных навыков поддается совершенствованию, что дает основания говорить о возможности массового социоментального развития наших современников и, следовательно, расширение платформы для взаимопонимания и конструктивных взаимодействий, Разработанные в рамках семья социопсихологии, социально-диагностические и социально-проектные технологии, включающие в анализ не только социологические и социально-психологические, но и социоментальные характеристики, дают возможность понимания и прогнозирования социальных процессов, а также возможность их моделирования на основе высокоорганизованной идеологической и социокультурной среды, объекта понимания, информация, сведения, знания об окружающем или внутреннем мире субъекта, смысл, передаваемый информацией, целостный, завершенный коммуникативный акт. Проблемы понимания 1. Понимание не является принципиально отличным от мышления самостоятельным психическим процессом. Понимание – это компонент мышления, один из образующих его процессов. Понимание обеспечивает установление связи раскрываемых новых свойств объекта познания с уже известными субъекту. Формирование операционального смысла новых свойств объекта и определение их места и роли в структуре мыслительной деятельности. 2. Для понимания нового материала человек всегда должен решить определенную мыслительную задачу, так как формирование понимания нового происходит в процессе мыслительной деятельности и оказывается ее результатом. Когда же субъекту нужно понять уже известное событие или явление, то понимание совершается без актуального участия мышления — это понимание и вспоминание. Любая форма данного психологического феномена при повторном обращении субъекта к породившей ее познавательной ситуации превращается в понимание и вспоминание. Три одни и те же три формы понимания проявляются и в таких видах мыслительной деятельности, в которых понимание составляет основное психологическое содержание и в таких, где оно играет вспомогательную роль, оказывается компонентом деятельности. И в том и в другом случае для возникновения анализируемого феномена человек должен решить некоторую мыслительную задачу. То, какая форма понимания возникает у субъекта в конкретной ситуации, обусловлена прежде всего характером мыслительной деятельности, тем, в какие объективные обстоятельства, требующие понимания, попадает человек и какую задачу он решает в этих обстоятельствах. В педагогике понимание в дидактике появляется благодаря дидактической единице, оно связано с долговременной памятью. Многоликость его содержания определяется теми же законами, что и понятие справедливости в праве стоимости в экономике истина в теориях. Если понимание не достигнуто, значит нет усвоения учебного материала.